МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всевидящее око! Зачем следят камеры в туалете на популярную туристов стоянки? Итак, в Барнауле сегодня утром из окна многоэтажки выпала девушка. Она погибла на месте происшествия. Очевидцы сообщили о случившемся в паблике инцидент Барнаул. ЧП произошло по адресу Сиреневая, 9. Следственное управление информацию о происшествии подтвердили. Известно, что девушке было 20 лет. Предположительно, она выпала с окна, расположенного на пятом этаже. Обстоятельства произошедшего выясняются. Жилищно-коммунальный сектор Алтайского края готов к зиме на 60%. На подготовку к отопительному сезону краевые власти в этом году направили около миллиарда рублей. Средства пошли на строительство модульных котельных и реконструкцию теплосетей. Одну из новейших котельных накануне запустили в Олейске. Ее оценил в Рио губернатора Виктор Томенко. Он побывал на объекте и рассказал, готов ли край встретить холода. Подробности далее. Тепло от этой котельной получат больше половины жителей Олейска. Стоимость нового объекта почти 70 миллионов рублей. Его строительство позволило закрыть пять небольших устаревших котельных, которые наносили серьезный экологический вред городу. Одно из преимуществ теплообъекта – его экономичность. Горожанам не придется платить по двойным тарифам. Стоимость тепла останется прежней. Если раньше было более 40 кочегаров, которые обслуживали 5 котельных, то на сегодняшний день всего 20. Плюс ко всему современное энергоэффективное оборудование и расход угля. Это тоже мы просчитывали в пределах 10-12% снижения по расходу угля. К началу отопительного сезона еще 12 подобных котельных появятся в 9 районах края. В том числе в селе Кусак немецкого национального района, где минувшей зимой из-за крупной аварии на теплосетях вышла из строя котельная. В результате чего тысячи человек больше месяца замерзали в своих домах. Новое современное оборудование гипернадежно. Риск, что оно внезапно выйдет из строя, практически равен нулю, уверяют краевые власти. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 750 миллионов рублей в этом году. Внимание наше уделено сегодня созданию нормативных запасов различных видов топлива. В первую очередь, конечно, это уголь, так у нас в крае, которые бы обеспечили тоже безаварийную, спокойную нам работу. Помимо строительства новых объектов идет и масштабная реконструкция теплосетей. Сейчас модернизируют порядка 60 километров теплотрасс 46 муниципалитетов края. На данный момент большая часть работ уже завершена, заверили профильные чиновники края. Они также пояснили, что отопительный сезон в этом году стартует вовремя, не позднее 15 сентября. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин, Наши новости. Большой брат следит за тобой. Видео, которое снял житель Новосибирска в одном из придорожных кафе края, обрастает все большими спорами и комментариями. Речь идет о камерах видеонаблюдения, установленных в туалете, известного в крае придорожного комплекса. Автор заметил их, снял и выложил съемку в глобальную сеть, приправив гневными комментариями и заодно написал заявление в полицию. Владельцы, в свою очередь, уверяют, что это вынужденная мера. Это тема в туалете в комплексе грани Алтая. Тут есть и видеокамера. То есть человек может зайти, с ней соображение пописать, и за ним будут наблюдать. Это видео в считанные мгновения стало настоящим интернет-хитом. Пара тысяч просмотров, сотни лайков и не меньше комментариев. Режиссера зовут Михаил Докукин. Блогер, журналист, такое, как он сам говорит, увидел впервые за 37 лет жизни. В этот день Михаил отправился в поездку из родного Новосибирска в Горный Алтай. Ситуация меня возмутила. Я написал обращение в полицию и попросил, чтобы привлекли к ответственности виновных, и эту видеокамеру как минимум убрали. Такие нововведения, уверяет директор комплекса грани Алтая, конечно, на грани морали. Вот только здесь это скорее необходимость. Местное телевидение, говорит, открыли ради безопасности самих же посетителей. Стоит только для того, чтобы люди понимали, и не было у охотников украсть вещи, которые здесь люди попадают. Она не руссказь дисциплинирует. О том, что здесь работает камера, говорится красным по белому кафелю. Никакого обмана, рассказывает владелец. Здесь кабинки. В кабинках надо посмотреть, что никакого виденоблюда нет. Люди там могут спокойно свои проблемы решать. То, что клиенты заведения заходят по нужде, попадают в реалити-шоу, похоже, самих клиентов нисколько не смущает. Да я даже не увидел их, не обратил внимания. А вот скажи, не смущает. В соседней комнате с буквой «Ж» тоже есть сразу два глаза, которые смотрят сверху вниз. Точно так же, как и в мужской кабинке, здесь на это мало кто обращает внимания. Мне интересно, как мне мог что-то украсть, если я нахожусь в кабинке одна. А если вы забыли, что по кабинке? Если вы забыли, то, конечно, другое дело. А если кто-то зашел и следом забрал эту вещь? Угу. Сумочку на краю здесь или телефон? Угу. Ну, мне нужно об этом подумать. Мне так с утра быстро мысли не работают, но в этом есть какая-то логика. Но вот правда то, что не смутило многих, шокировало одного. После такого засвета новосибирец по возвращении домой написал заявление в полицию. Он считает, что владельцы кафе нарушили его личные границы. Сказать, что так напрямую, что нарушаю Конституцию, я вторгаюсь в частную жизнь, наверное, это будет сказано неправильно. Мы говорим, что это устанавливали профессиональные организации видеонаблюдения. Не было, еще раз повторяю, не было задачи снимать интимное место. Около сотни камер ежедневно снимают каждый угол грани Алтая. Поводом установки такого внушительного числа больших братьев послужил громкий случай. В тех самых туалетах, что так полюбил снимать новосибирец, однажды едва не изнасиловали девушку. После этого камеры помогли раскрыть еще несколько десятков различных преступлений. Например, сейчас учат мошенника, который украл дорогой телефон у одного из гостей заведения. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Чтобы получить загранпаспорт, теперь придется заплатить 5000 рублей. Это за взрослого. Паспорт ребенка будет стоить 2500. В начале августа вступает в силу закон, по которому стоимость госпошлины на получение этих документов существенно увеличивается. Вот какие еще нововведения ожидают жители России и Алтайского края в этом месяце? Смотрите далее. Так вот, еще раз о паспортах. Ранее госпошлина за паспорт взрослого человека не превышала 3500 рублей. Теперь увеличилась на полторы. Пошлина за паспорт ребенка до 14 лет возросла на тысячу. Выросла и плата за получение свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе. Теперь она составит 1500 рублей. За бумажное свидетельство сумма останется прежней – 500 рублей. Подорожают с 1 августа и спиртные напитки. Правда, исключительно крепкие. От 37 до 40 градусов. Для них установят единую минимальную цену для реализации в рознице. Например, пол-литра самой дешевой водки будет стоить теперь 205 рублей. К слову, до этого такую бутылку можно было купить за 201 рубль. Еще одно новшество касается расписания движения поездов. С 1 августа прибытие и отправление будет указываться в билетах только по местному времени с пояснением, насколько оно расходится с московским. Ранее указывалось столичное время, а также местное. Ну и в завершении новость, которая будет интересна работающим пенсионерам. Если работодатели выплачивали за них страховые взносы в 2017 году, то с 1 августа пенсии этих людей вырастет. Максимальная прибавка составит 235 рублей. Кстати, по данным на 1 мая в России сейчас 9 миллионов работающих пенсионеров. Татьяна Голубева, Наш Новости. Неделя поддержки грудного вскармливания стартовала сегодня более чем в 170 странах мира. В Барнауле акцию поддержал Краевой клинический перинатальный центр. Начиная с 2018 года здесь пошли вперед и теперь отдают ребенка на окормление матери сразу же после появления на свет даже с помощью кесарево сечения. Это революционный шаг, на который пока не решаются в других родовспомогательных учреждениях края. Наблюдал за процессом появления на свет в новой жизни и узнавал о преимуществах грудного вскармливания Илья Кочетков. Для Вероники Крахмалевой нынешняя беременность долгожданная. Она трижды не могла стать матерью и вот наконец счастье ей улыбнулось. Врачи рекомендовали кесарево сечение и после операции сразу приложить ребенка к груди. Такое обычно не практикуют, но Вероника согласилась не раздумывая. Это будет лучше для ребенка как бы и витамины, иммунитет и как бы связь с матерью. Менее чем полчаса спустя Вероника уже в операционной. Местный наркоз позволяет оставаться в сознании. Операция проходит быстро и вот свершается долгожданное чудо. Чудо появления новой жизни. Знакомьтесь, девочка Василиса, 2 килограмма 840 граммов. Немного покричав на собравшихся, она тут же изъявила желание отобедать. Ребенок, видите, начинает облицоваться, начинает язык показывать. Это первые признаки того, что он готов к сосанию. Грудное вскармливание – то, на чем настаивают акушеры перинатального клинического центра. Всем пациенткам здесь рекомендуют, разумеется, исключая особые случаи и противопоказания, кормить ребенка грудью с первой минуты жизни. Первое прикладывание и ребенок получает первые необходимые капельки молозива. Это как прививка ребенка, и происходит необходимое заселение микрофлоры кишечника, что очень важно. Алтайский перинатальный пока единственный в крае, где практикуют настолько раннее грудное вскармливание. Нововведению меньше полугода, но за это время врачи получили массу положительных отзывов. У Натальи эти роды пятые, все через Кесарева. И до сих пор по старинке ребенка ей приносили через сутки двое, здесь сразу после рождения. Ребенку, во-первых, понравилось, он прям присосался так. Ну и у меня какие-то ощущения, что, не знаю, связь какая-то с ребенком. Врачи говорят, иногда младенец отказывается принимать грудь сразу, и мамы считают это поводом переходить на искусственное вскармливание. Они уверены, это ошибка, и рекомендуют быть настойчивее. Тогда младенец обязательно, что называется, распробует. Об этих и других тонкостях и премудрости грудного вскармливания они намерены рассказывать участникам школы для будущих родителей на протяжении этой и в начале следующей недели. А маленькая Василиса уже преуспевает в новом и пока главнейшем для нее умении. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Барнольские «Динамовцы» уверенно вошли в схватку за Кубок России. Наши футболисты открыли сезон победой в одной из 64-й финала. Белоголубые обошли Омский и Иртыш со счетом 4-1. Подробнее об этом расскажет гроза алтайского пауэрлифтинга. Станислав Сергеев, он уже не терпит, чтобы поделиться хорошими новостями. Спасибо, коллега! «Динамо» и «Иртыш» для обоих клубов. Это была первая официальная игра в новом сезоне. Основное время матча завершилось в ничью. 1-1. И гол! Счет открыл на 67-й минуте игрок хозяев в поле Константин Погребан. Но спустя 5 минут полузащитник Иртыша Илья Берковский его сравнял. Исход игры решила серия пенальти. Если чемпионы мира сборная Франции бурно и неприлично отмечают победу в клубах, чем сейчас возмущены фанаты, наши «Динамовцы» более скромные. Отдыхать некогда. Сегодня восстановительная тренировка. Кому сейчас тоже нельзя расслабляться, так это Сергею Шубенкову. Он сейчас готовится к чемпионату Европы по легкой атлетике, который стартует 8 августа. Спортсмен находится на сборах в подмосковной базе «Новогорск». Напомню, что наш легкой атлет пока единственный спортсмен, которому удалось пробежать 110 метров с барьерами быстрее 13 секунд. И Барнауле заявил, что готов рвать своих соперников. Что ж, желаем ему победы! И еще за одного нашего земляка мы держим кулаки. 34-летний Алексей Кунченко пройдет боевое крещение на бойцовском чемпионате в Москве. Дебютирует он 15 сентября. Непобежденный боец из Благовещенского района встретится с бразильцем Тиаго Алвесом, бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Всего на счету Кунченко 18 боев смешанных единоборств, в которых он одержал 18 побед. 14 из них досрочно. И еще раз респект нашим белоголубым. Матч 1-32 финала Кубка России пройдет в Барнауле 22 августа. Соперником футболистов Динамо станет одна из команд ФНЛ. Тонь, Сибирь или Тюмень. На этом у меня все. Эти две с небольшим минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Желаю вам эффективного времени. Твори, дари, благодари. Эстафетную палочку передаю вновь в студию. Спасибо, Станислав. В Барнауле открылся пятый офис одного из крупнейших агентств недвижимости страны. Компания «Жилфонд» прочно укрепилась на рынке риэлторских услуг. За шесть лет работы в столице края тысяча удачных сделок. Теперь их станет еще больше. Более 700 квадратных метров. Просторный кабинет, учебный центр, конференц-зао. Сотрудники «Жилфонда» вспоминают, самый первый офис в Барнауле, который открылся шесть лет назад, был рассчитан всего на 30 специалистов. Здесь же их будет работать 130. Расширение стало необходимостью. В компании с каждым годом растет число клиентов. Почему «Жилфонд»? Потому что это безопасно. Это квалифицированные специалисты. Они проходят очень много уровней подготовки и постоянной аттестации. Когда клиент обращается, он может быть уверен в том, что сотрудник был оценен не только им, но еще стандартами компании и внешними аудиторами. В сфере риэлторских услуг рынок небезопасный. Поэтому «Жилфонд» несет финансовую ответственность перед своими клиентами, гарантируя надежность каждой сделки. От консультации до сдачи документов. В агентстве четкие принципы работы. Не проводить сделки любой ценой, если есть сомнения, отказаться. И гарантировать клиентам то, что вы купили квартиру, не проблема. У каждого агентства недвижимости действительно есть свое лицо. Но в «Жилфонде» есть нечто, что объединяет весь «Жилфонд». Это строгость, четкость. В агентстве помогут купить, продать или обменять недвижимость. Подобрать квартиру в готовом доме или в новостройке. А также варианты коттеджей, земельных участков и дач. Также здесь выгодно оформить ипотеку. «Жилфонд» сотрудничает с ведущими банками, которые делают скидки клиентам агентства. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 2 августа на большей территории края ясно, без осадков. В Бийске и Змейногорске до 24 тепла. В Славгороде, Рубцовске и Олесске 23 выше 0. В Барнауле переменная облачность, ветер юго-западный умеренный. Ночью 10-12 градусов, днем до 25 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Это все новости к этому часу. До встречи в эфире.